добрый вечер дорогие друзья сейчас я заботился тем чтобы создать кольцо с орнаментом но с орнаментом не получалось если не почти полдня провел чтобы найти нормальное видео где это рассказывается и вот вы знаете проблема как раз в том что или это на английском очень быстро и без всякого пояснения и вот без этих включениях этих клавиш там да и это проблематично было очень проблематично или вот сделают видео и не знаете кого этого делается когда она глухое немое ребята но кто это делает но вы идиоты честно ну зачем мне ваши глухой немое видео я не понимаю какие вы кнопки нажимаете да и не вижу объяснение это ужасно поэтому мы с вами сейчас будем объясняться мы возьмем с вами вот такую кривую которая сейчас только взял до потянем ее наверх сейчас я вроде бы как разобрался g вот сюда тут же мы сейчас возьмем эту клавишу g начнем заворачивать ее еще раз сюда то есть в основном здесь работается с клавишами вот этими джинитом рад тишина там я не знаю такую отлично здесь происходит так вот сюда я сейчас сделаю вот так я хочу сделать сердечко допустим да я сейчас нажму и клавиши у меня появится еще одна вот это никто не говорил блин ну как я должен догадаться что ты назвал клавишу е для того чтобы сделать это больше хорошо теперь же несмотря на свои неуклюжесть это довольно неплохое ребята инструмент который можно при желании при навыке хорошем же превратить своего помощника что я сейчас пытаюсь сделать не очень элегантно но я пытаюсь так всегда бывает когда пробуешь первый раз инструмент кажется ну да чего шоу неудобно да на самом деле все нормально единственное что надо научиться им пользоваться сейчас делаем такое инструмент вернее такую на завитушку в виде сердечка узор делать и вот тут надо хорошо себя чувствовать в этой области то сделать вот допустим сделали такое уж понимаем что он вышел за пределы поэтому берем тоже вот так немножко подвинем вот так немножко подвинем если мы хотим завернуть еще то мы скажем что нам нужно еще е и то же самое начинаем заворачивать так пьянин джи здесь подтягиваем я говорю в принципе это неплохой инструмент только надо научиться им пользоваться не волнуйтесь это так же как фотошопе свое время знаете когда вы вектор пробовали это было ужасное чувство я знаю по себе так вот мы уже подходим близко к этому завиточку мне нужен завиточек ребята хороший завиточек такая ошибка сказал и вот тут я постараюсь конечно и его заодно замучаю и и вот тут как бы интуитивно потом ты привыкаешь смотреть на что надо обратить внимание где надо какой вектор взять чтобы получить то что ты хотел это должно чувство прийти ребят без этого никак вот допустим мы сделали такую штуку прекрасненько замечательно чудо а дальше мы возьмем создадим профиль я предлагаю сделать так а перейти в объект вот ну тут видим мы что да сразу же так мы уже начинаем видеть что тут не все нормально и вот это место мы перенесем же сделаем более круглого и все и в конце концов всегда можно воспользоваться тут есть куча инструментов другим которые можно воспользоваться для того чтобы сделать уже идеально круглое там какое мы хотим пока мы остановимся на этом правильно так и теперь мы пойдем в объект мод и скажем что нам надо сейчас mesh plane вот он plane да мы его не будем трогать с центра потому что я знаю по опыту что как только тронул понеслось вот и мы сейчас с вами сделаем так пойдем в объект мод с edit мод возьмем так и опустим вниз вот эти штуки и так это g по оси z но ребят представьте g вот они точки g z чё что в чём дело а хе-хе-хе поставили да вот так так и не z это был а y ребята надо же понимать что мы с вами сверху были так и так мы живем y теперь все будет нормально вот так теперь возьмем вот эти два тоже скажем мы формируем сейчас профиль ребята да мы сейчас формируем профиль для этого мы сейчас выберем эти две скажем subdevice у нас появится еще одна точка для чего она нам нужна я сейчас покажу это мы берем опять же g и y и делаем вот такой профиль у нас будет но очень плохо хороший профиль единственное что давайте мы зайдем в объект мод и сделаем его поменьше значит вот здесь он где-то будет у нас очень неравномерно так и теперь мы говорим s и вот так уменьшаем вот это нас вполне устроит так я вот не помню нужно ли это превращать в из этого превратить в этот как бы не в полигон а вот эти в курву да превратить вот тут тоже должен быть стать курвой по идее давайте посмотрим где это лучше всего сделать я думаю что это объект вот в объекте если мы выберем это в объекте сейчас посмотрим есть вот конвертировать вот конвертировать вот мы его сейчас с мыши на вот так все прекрасно теперь у нас два две курвы и это прекрасно и вот теперь мы можем пойти вот сюда я думаю что это нам нужен модификатор курва нет 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 извиняюсь не надо нам модификатор курва нам надо просто редактирование курва сказать что это 2d объекты так и дальше патч во-первых smooth smooth уберем так дальше геометрия мы скажем что объект у нас будет play вот видели мы вот здесь поменяли объект и он взял вот этот курвочку и закурвил ее вот таким образом чем не хорошая штука да очень хорошая так и допустим если мы захотим теперь пока мы не спешим ничего play делать пускай так будет да мы всегда можем сказать что допустим shade smooth вот оно да но он нам не нужен сейчас мы сейчас его пока уберем скажем flat вот так так и здесь у нас очень интересная вещь мы можем перейти в объект вернее видит мод видите мы можем я еще пока мы ничего не сделали противоестественного да мы можем ей управлять то есть допустим вот нам понравилось так и вот эту часть если мы сейчас возьмем то мы можем даже вот этот вот сверху нам смотри ребят сверху на смотри можем выровнять для 3d допустим вот еще чуть-чуть подвинем вот так и подвинем его сюда G вот так G прямо в центре вот сюда опля так а эти все выделим и потащим их просто вот так также этот мы сможем сделать поменьше так этот сюда с огнем этот сюда то есть вот пока мы ничего не сделали не превратили это в в как его в мышь мы можем двигать и вот пожалуйста результат так после того как мы довольны этим результатом вот там да тогда да мы можем сказать что вот этот вот циркул да так пойдем в объект мод и превратим и превратим ее в конверта наш сделали это теперь если мы пойдем сюда в объект мы видим полигоны привычные нам полигоны в которые мы спокойно можем обращаться смотрите мы можем если мы хотим выбрать вот тут и сказать f он закроет естественно и после этого мы еще скажем s начнем это дело уменьшать вот так да мы же понимаем что мы можем уменьшать не только это если мы станем сверху мы можем постепенно опа нам надо прозрачность включить вот здесь и здесь можем тут а также s сделать понимаете сделать красивое заострение если здесь нам что-то мешает допустим вот это да тоже подвинем опля нет радиус поменьше вот на 11 да вот это и то же самое ребят вот вот так как гусеница у нас получается да видите таким образом можем очень аккуратно подогнать у нас получается вот такая штука да а теперь ну что тут теперь теперь давайте посмотрим как у нас выглядит здесь да мы можем допустим неинтересно если мы выберем это и скажем мы флэттен есть такая функция флэттен не не входи стол почему-то не захотел ну да ладно мы не гордые ребята мы подвинем если что так вот ну все получилось все прекрасно и теперь последнее вот этот завиток у нас уже есть понимаете точно так же можем вот отсюда вывести вот сюда допустим да такое сердечко сделать тогда у нас будет вообще такая замечательная штука если мы поставим сюда этот еще возьмем G вы видите у нас может вообще тут быть как мы хотим то есть очень плавно мы можем тут выбирать допустим да захватить сразу несколько точек вот так то есть возможности в общем-то безграничные ребята это и то же самое здесь мы можем вот так сделать а можем вот так ну я думаю этого вполне будет достаточно мне волнует что он как бы почему-то не хочет он флэтом делать а где он работает с флэтом сейчас он сработал да сейчас он сработал поэтому джем мы просто потянем сюда сейчас на ноль хорошо отлично и этот тоже вытянем более заостренно сделаем по оси у естественно ну и теперь когда это готово то господи объект мод мы говорим что нам надо пивот поставить центр модифер вот теперь здесь стоит и мы спокойно можем и спокойно пойти сюда сказать модифер и сказать мир пожалуйста здесь здесь мы видим что у нас как поэтому переходим обратно в эдит мод берем так вот этот надо подвинуть мне кажется g э э э теперь нам не надо пропорционально g сколько с вами научусь по-английски разговаривать g так выбираем теперь это все давайте двигаем говорим клиппинг начинаем двигать потихоньку покуда они не сойдутся между собой вот так теперь они сошлись и надеюсь его можно наблюдать этот процесс объект мод так видим что у нас все вроде как получилось прекрасно говорим что над и play play выключаем нам не нужен и вот это все превращаем так а мы уже превратили все понятно тут я вижу что все таки нестыковка какая-то идет так вот вот это нестыковочка сверху ставим и двигаем друг к другу вот и все так и это сюда дальше мы можем все это выбрать вот так раз нет нет убираем один то вот если мы всем довольны то то alt m дистанцию находим дистанцию говорим допустим 01 здесь 01 смотрим удалена одна вершина тем самым мы подтвердили что у нас все хорошо так теперь следующее еще что мы сделаем пойдем вот мы уже здесь пойдем вот эти грани и скажем что нам нужен контролер причем вот здесь и двигаем его к концу вот сюда то же самое сделаем здесь контролер здесь здесь двигаем и здесь контролер здесь не все получилось кстати судя по тому как он не стал соединяться да то есть вот здесь и опять мы сделаем контролер и вот сюда его интересно кино ребята сейчас переиграем секунду вот эту уберем вот эту убрали вот отсюда попробуем контролер вот видите тогда он совпал все совпало так здесь тоже можем сделать контролер и вот так немножечко чтобы она держала грань держит ли она грань или мы не там ее сделали да не должна держать только какой-то перекресток получился ну давай так мы идем теперь в объект мод смотрим и видим что у нас все если мы недовольны то мы можем всегда перейти сюда и сказать с нет она уже превратили к сожалению уже все сделали ребят то есть у нас вот такое получился элемент которого естественно можно сказать контрол 2 допустим да выберем и скажем контрол 2 и вот вам вот такого и скажем что смуз вот вот вам и смуз прекрасно получилось да с ребрышком ну можем ребрышком можем вот тут у нас дырка какая-то но тут в общем то тут дело доработки просто объект вот объект вот тут что-то где-то как-то что-то не соединено давайте посмотрим то есть в точках ну да вот в этой точке их две уже видите так первое что мы делаем контрол M игрим в центре вот и все в этом была проблема так и здесь тоже если мы хотим поострее грани сделать то мы всегда можем сделать контрол R вот сюда видите какие красивые грани у нас получаются ну что еще мечтать о чем очень красивый элемент да который если мы захотим если мы захотим мы скажем что у тебя будет объект 3d курсоре и естественно мы спокойно теперь пойдем с вами в это mirror и скажем нам надо по x вот такой допустим да выполнить узорчик запросто ребята запросто также мы можем если мы захотим edit mode выбрать вот эту всю и потянуть его наверх g и y вот так очень часто используют вот такие штуки объект мод теперь мы можем сказать shift т а сказать rotation и по оси z 90 градусов по женс ему получили вот уже такую чисто это уже чисто такая вот тут мы видим что мы можем конечно вот эти вот то же самое эти вот вот это выбрать l и потянуть ее туда куда нам нужно нужно допустим вот сюда немножко разве здесь так здесь вот это объект мод то же самое это вот л и двигать g o y церковь вот так в середине поставить кружок для кристалла и вот вам готово уже какой-то персень допустим или колечко я считаю это очень хорошее знание которое я получил и вам показал радуйтесь радуйтесь ребята ну а я пойду отдыхать сегодня день был плодотворный хороший мне понравился всего доброго до завтра друзья